всем добрый день сегодня решили мы сделать острую такую закуску специи так сказать сделать домашние для этого я взяла где-то примерно 2 килограмма вот такого острого перца вот ну конечно было хорошо если он был бы домашний но не домашний мы его покупали в магазине 39 гривень как бы нормальная цена для этого вот острый очень острый перец почти 2 килограмма потом румкула салат румкула листья зелень точнее здесь у меня и сельдерей есть листья и листочки базилика вот они видно их на камеру листочки все перемытое все еще влажная перемытое базилика там же есть и немножко и укропа вот и петрушечка зеленая молодая вот такое все равно вымытое подготовленным это лук попался зеленый и конечно чесночок какие порции все делаю на глаз чеснока где-то взяла может быть грамм 300 400 хорошую такую эту перечистили уже его подготовили пучок очень большой пучок зелени вот он под низом под чесноком лежит вот такой большой вот такая хапка смотрите если еще рунку добавить вот такая хапка зелени она когда перекрутиться она будет меньше его и будет ароматная очень вкусная такая закуска острое очень вкусно вот эта вся зелень даст свои ароматы чеснок вызовет аппетит чесночный аромат и острый полезный перец вот это сейчас мы будем все перекручивать на мясорубке или нашу зелень с перед травы разные и чеснок добавляю туда на свой вкус ложки две соли потому что она у нас будет стоять такая у нас будет а-ля приправа закуска кто как может назвать ее можно и в супы и в борщи добавлять и в салаты в различные кто любит очень острое и так кушать с каким-то добавлять в обед кто куда хочет и каши и чему вот опять-таки это кто любит острое можно назвать это аджикаю здесь я делаю все на свой вкус то есть на эту массу добавлено 2 столовые ложки соли я думаю что этого будет мало я добавлю еще еще соль добавлю много тоже не надо можно все потом еще добавить и добавляю уксус я добавлю яблочный можно любой добавляю уже где-то две столовые ложечки чтобы стояла аджика будет стоять в холодильнике я сейчас разложу по баночкам сахар сюда и не добавляю и я могу даже сюда и немножко добавить алии ботинированного масла подсолнечного можно добавить тоже на свой вкус на свое усмотрение 2 1 2 3 столовые ложки можно не добавлю но обычно то я добавляю сюда масло поэтому добавляем рафинированное масло около 3 столовых ложек и размешиваем и раскладываем по банкам банки разложу и вот обратите внимание столько у нас получилось вкусной и острой аджики как раз сделали мы ее в конце ноября нам ее хватит почти на всю зиму ставим холодильник хранится в холодильнику и мы с запасами на зиму так что всем пока